Видите, тут уже в суете. Сегодня у нас будет морской гребешок. Мы будем его доставать. Он, ребят, живой. Откусить может пальцы, если засунуть туда пальчик свой и ножик может поломать. В общем, сегодня будем его разделывать. И просто будем есть его сырым, как покажем после. Ну, в смысле, сейчас. Поехали, чё? В общем, берем ножик, который не жалко, но вообще его сам острый, на самом деле, и начинаем его отделять. От панциря? Вот. Вот эту вот мышцу сопротивляет. Смотрите, смотрите, смотрите. Не хочет. Смотрите, а? Грызет мой нож. Смотрите, а? Ты понул как, а? Это, блин, чувствует, что, блин, кто-то туда лезет и хочет его... Да, вот он отдал уже. Сейчас, и с другой стороны. Вот так подрезаем. Подрезали. Вот, смотрите, вот он. Вот он. Видно же, да? И открываем. Вот гребешок. Вот это вот его желудок. Вот это вот какая-то непонятная шняга, похожа на кальмары и так далее. Но сам гребешок, вот он, видите, вот этот вот. То есть, вот это он. То есть, он типа живой, то есть, он свежий, то есть, не испорченный. Пока он двигается, или он вам может что-то откусить, ну, в смысле, если он что-то может откусить, это хорошо, потому что он точно не испорченный. Вот. Похоже на икру. А, нет, в сути, желудок вот. Вот, вот это красный, это я не знаю, что это такое. Ну, в общем, я, конечно, вот это можно, конечно, пожарить и съесть тоже. Но, вау, блин, слушайте, он двигается, боже ты мой, я не могу его убить, блин, ребята. Слушай, иди сюда ты, я. Убивай, я не буду это трогать. Ну, как его? Ну, смотри, ну, что, я же не живодежа, видишь? Так, блин, ээээ... Так, слушай, как его сделать так, чтобы, да-да, его приходить совсем быстро очень. Короче, начинаем его отделять от самой раковины, и он легко, в принципе, отойдет. То есть, так его сложно вытащить, а вот если ножиком так поводить, то, в принципе, все. Он и готов, в плане того, что он больше не будет вас тревожить и пугать, и готов к употреблению пищи. Вот. Вот эту штуку, все, раковины нам... Хотя раковины можно оставить, на самом деле, на декорирование чего-нибудь, то есть, на них можно подавать, вообще, в принципе, того самого гребешка, это очень круто будет, и дальше можете все уже отделять. То есть, вот эту штуку, я называю, это кальмары. Ну, похоже на кальмары, по крайней мере. Вообще, продукт настолько свежий, что его, правда, как будто бы не страшно есть прям сырым, то есть, вообще, то есть, он реально, ну, тоже жил, болел, он еще двигается, ааа, боже ты мой! Как я не люблю это все! Я, честно, я до сих пор не могу к этому привыкнуть, что я работаю с чем-то живым, вот, поэтому, сори за лишние эмоции, просто немножко необычно. Я вот это вот убираю сюда, вот это убираю сюда, ладно, это тоже можно поджарить и съесть, это тоже можно поджарить и съесть, когда выглядит это не очень съедабельно. Вот это мы убираем, то есть, желудки всякие, пищеварительные тракты, какие-то дополнительные мышцы, тоже нам это не нужно. Вот. Вообще, гребешок нужно хорошо промыть, и смотрите, здесь, ну, вот я говорю про безопасность, но, здесь есть морские черви, такие маленькие, их видно, поэтому, нужно промыть очень хорошо, чтобы их не было, чтобы вы, случайно, его не съели. Это, в принципе, не сильно страшно, потому что он погибнет у вас в желудке, потому что у вас там и щелочи, и кислота, и так далее, он не переживет все это, но, тем не менее, чтобы вам не было сильно неприятно, вот, поэтому вымойте хорошенько, все это протрите, и промойте, и все, можно, в принципе, употреблять. Так, там гребешок, сюда, досочку сейчас мы ее промою. Вот мы берем эти, называем, кальмарчики от гребешка, такие, знаете, и обжариваем. на сливочном масле. Обжаривается очень быстро, минутой готово, даже меньше. Вот мы его обжарили, все готово, долго его держать не нужно, готовится очень быстро. Нежнейшее мясо, если его не передержать, также можно подавать на этих же раковинах. Вот, здесь, ну, опять же, если вы любитель, вот, именно свежего морского продукта, то можете без, там, соли, не знаю, там, специи, все это именно съесть, это будет правда вкусно, это будет натурпродукт. По поводу соли, соль здесь уже есть, мы не солили ничего, вот, как и в сыром гребешке, так и в жареных этих, в кальмарах, как я их называю, вот, поэтому можете употреблять прям так. Ай, блин, внутри, он шевелится еще, давай смосем его, давай клонируем, я не знаю, что сделать, брат, смотри. О, не, я это есть не буду, я не могу съесть живого, не знаю, там, чего-нибудь живого.